Владислав Стрелков раньше работал в МВД, сейчас он главный среди жильцов своего дома. Говорит, что силовые методы в своей нынешней работе не используют, исключительно уговоры и разъяснения. Я уже на пенсии 5 лет, поэтому, совмещая приятное с полезным, делаю для дома все, что можно в наших силах, для того, чтобы наш дом был в приличном состоянии, прежде всего с точки зрения коммунального обслуживания. И с ПДУ у нас это получается. Дом на 9 января перешел под управление с ПДУ только в апреле, поэтому в план ремонта в этом году не попал. Но жильцы уже успели заметить, цены на обслуживание в СПДУ приемлемые и качество работ на высоте. Управляющая компания сделала ставку на сотрудничество с жильцами. Самых активных отметили грамотами. Я, если честно, пока в шоке. Я пока приселываю, потому что я не ожидала. Потому что я работаю только с момента, с 1 августа прошлого года, как мы перешли с ГЖУ. На доме мы работы сделали совместно с СПДУ, потому что, если бы не СПДУ, не посодействовало в свое время, мы сделали в этом году очень много. То есть за последние года столько работ на доме не было сделано. В этом году СПДУ стало предприятием-миллионником. Сегодня его жилищный фонд превышает 1 миллион 200 тысяч квадратных метров. А это более 380 ежевских домов, на текущий капитальный ремонт которых СПДУ направило 110 миллионов рублей. Управлять домом без помощи самих собственников фактически невозможно. То есть, да, управляющая компания может прийти, что-то сделать и так далее. Но наш основной принцип работы – это в том, чтобы делать это все совместно с собственниками. Собственники принимают решения, мы проводим работы. Собственники хотят знать, сколько средств потрачено по дому. Пожалуйста, они это могут в любое время, в любой день проверить. И, конечно, быть в курсе последних изменений в жилищном законодательстве. Этому собственников тоже учат в СПДУ. Елена Реверчук, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия».